Здравствуйте, в эфире программа с интересными об интересном и я ее ведущая Людмила Швайбович. И сегодня мы поговорим на тему неврозов, неврозы большого города, потому что все мы, конечно же, наверняка им подвержены. У меня сегодня специалист по эмоциональной коррекции и развитию стрессоустойчивости Алексей Красиков. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Будем разбирать эту тему неврозов. Я предлагаю начать, наверное, с общего вопроса, чтобы все слушатели и зрители, которые с нами сейчас, понимали правильно, что такое невроз, потому что много мы слышим, что «Ой, у тебя невроз, у тебя там еще что-то невроз навязчивых состояний», то есть дальше разными неврозами пугают. Давайте начнем сначала, будем разбираться, что же такое невроз в принципе и от чего он появляется. Замечательно. Спасибо, что пригласили прежде всего, потому что тема важная, особенно в 2018 году, сегодня эта тема важная, потому что, как Вы правильно заметили, огромное количество людей действительно в той или иной степени страдает, мучается невротическими расстройствами. Вопрос только в их силе и в их выраженности. Поэтому, надеюсь, эфир будет полезный, и мы принесем пользу Вашим слушателям. Да, мы постараемся сделать все для этого. Тогда первый вопрос, что же такое невроз и от чего он появляется, как понять, что он у тебя есть. Я Вам сразу пол вопросов загружаю, рассказывайте, а потом будем подробнее разбирать. Хорошо. Тема неврозов очень многогранна. В целом невроз – это такой собирательный термин, который можно условно разделить на три основные категории. Это функциональное состояние, то, что мы называем самотоформным состоянием. Это дисфункции, обратимые дисфункции, тахикардия, экстрасистолия, кишечные вопросы. Это всё, что касается вегетативной системы. То, что в советской медицине, и, к сожалению, до сих пор в нашем мире, называют вегетососудистой дистонией. Я думаю, что каждый зритель и слушатель Вашего радио в детстве имел такой диагноз или как-то с ним столкнулся. Вот то, что проявляется органически в виде такого странного ощущения в теле – это и есть телесная компонента эмоционального расстройства, которое мы называем неврозами. Есть эмоциональные компоненты – это когда у человека поднимается повышенная тревожность, повышенное ощущение небезопасности, сомнения за собственное здоровье, сомнения за себя, как «а смогу ли я справиться? А всё ли у меня безопасно? А не сойду ли я с ума?» И поведенческий аспект проявления неврозов – это всевозможные действия или поведение, будь то от постоянных ссор и скандалов ревности, заканчивая какими-то специфическими действиями, чтобы снять напряжение. Вот так три основных категории по проявлению можно выделить. Тогда как понять, что у тебя есть невроз? Какие вопросы там себе надо задать, на что обратить внимание? Вы знаете, я бы не советовал, не рекомендовал слушателям копаться и искать, а есть ли у меня невроз, потому что он априори есть у всех, потому что это специфика личности. Здесь нужно расслабиться и просто исходить из жалоб, из показаний. То есть, когда у человека возникают панические атаки, когда у человека возникает острая тревога и страх за собственное здоровье, ему уже копошиться особо не надо, он понимает, что что-то не так. Другое дело, что тут надо правильно сориентироваться, потому что люди идут к участковым врачам, люди идут в интернет, получают диагноз ВСД, получают диагноз панические атаки, а наши, к сожалению, сегодняшние медицины не профилируются на этом. Ну, в лучшем случае вы потратите время и деньги на дорогостоящие обследования, но что конкретно с вами происходит, вам очень редко где скажут. Даже мы проводили эксперимент, вызывали 10 бригад скорой помощи на одни и те же симптомы, и 10 бригад скорой помощи говорили разные вещи. А жалоба была одинаковая. Нет стандартизации, это большая проблема. Поэтому копошиться не надо. Если есть повышенная тревожность, если есть жалобы на состояние организма, на повышенную возбудимость, на повышенные сомнения за собственное здоровье, что-то человека беспокоит, он в чём-то сомневается, это касается тахикардии, то прежде всего, начиная с медицинского обследования, если нет органической патологии, и врачи говорят, ну ничего серьёзного нету, просто что-то органическое, и вы получаете диагноз тогда ВСД, тогда вам дорога к психотерапевту-психологу, который профилируется именно по этому вопросу. ВСД – это вегетососудистая дисфункция? К сожалению, да. Но на самом деле это большая тема, которую можно до утра говорить, потому что в международных классификациях никогда такой болезни не было. Да, она даже и в России не была болезнью, просто российские, советские врачи перепутали колонки. Вегетососудистая дисфункция – это синдром, а не диагноз. То есть синдром общего напряжения в теле, когда мы постоянно ощущаем какие-то функциональные состояния. Поэтому это не болезнь и лечить там нечего, это проявление эмоционального состояния, прежде всего. ВСД – Ну, я правильно понимаю, что у нас сейчас медицина в принципе оторвана от психологии, скажем так, в плане рассматривания, что с человеком происходит с точки зрения психосоматики, например, да, а просто залечивания каких-то симптомов. Потому что если мы обратимся в медицинскую часть, то там много разных программ по лечению вегетососудистой дисфункции. И, к сожалению, это большая беда. Да. Да, поэтому как тогда правильно подходить к этому вопросу, если, допустим, мы замечаем, что у нас есть какие-то симптомы, там и тревожность, и возбудимость, и со здоровьем что-то не очень. Алгоритм я бы порекомендовал следующий, который в принципе используется в международных нормах. Если вы испытываете жалобы по разным органам и системам, будь то нехватка воздуха, ком в горле, тахикардия, экстрасистолия, головокружение, шаткость походки, ощущение, что там вы периодически теряете сознание, приступы паники, то есть, там, синдром раздражённого кишечника или сомнения в собственной компетентности, а не схожу ли я с ума, да. То есть, первым шагом, который необходимо сделать, это пройти клиническое обследование по тому, по тем жалобам, на которые вы жалуетесь. Это врачи по профилю, это кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, это всевозможные эндоскопические и ультразвуковые исследования, магнитно-резонансные томографии и так далее. Основная задача – отсечь органическую патологию. Вот когда мы отсекаем новообразование, язвы, инсульты, инфаркты, ишемии и так далее, тогда мы можем говорить о функциональном временном состоянии. То есть, в медицине мы понимаем это, что человек жалуется на функциональное расстройство. Это не патология, это временное функциональное расстройство. Далее человек направляется на диагностику, к опытному профильному психологу, психотерапевту, который должен понять, что за вид невротического расстройства в данном клиенте актуализировался. Это может быть ипохондрический синдром, это может быть обсессивно-компульсивное расстройство, паническое расстройство, это может быть неврастения, которая сейчас болеет половина моих клиентов, это менеджеры, это руководители, дипломаты. Ну, дипломаты в меньшей степени, там другая работа. Ну, это бизнесмены-менеджеры. То есть, второе – это диагностика. И третье – это уже подбор стратегии и тактики лечения. Вот здесь будет ещё веселее, потому что где-то вам порекомендуют сугубо медикаментозное лечение, это то, что мы называем транквилизаторами, антидепрессантами. Где-то вам порекомендуют специфические физиотерапии, где-то специфическую психотерапию. И вот разобраться в этом населению бывает очень сложно, потому что доходит до абсурда. От пиявок до закапывания курицы в лесу. Ну, тогда расскажите, правда, как в этом разобраться, потому что можно же ещё обратиться к тому, что каждые врачи говорят всё по-разному. И если, например, ты обследуешься у нескольких врачей, одни говорят одно, другие говорят другое, третьи говорят третье, у тебя огромный список таблеток, и ладно это всё купить. Но вопрос того, что это всё ещё надо выпить, а организм, он не железный. И я вам больше скажу, даже если вы выпьете, не факт, что вам станет легче. Да. А то и порой не очень легче. Что-то лечим, что-то калечим. Здесь возникает много профессиональных нюансов, я постараюсь просто, но понятно объяснить. Значит, прежде всего, если мы прошли обследование, и мы поняли, что ничего серьёзного врачи не диагностируют, что здесь нужно делать? Во-первых, нашим слушателям надо понять, что всё, что называется ВСД, паническими атаками, неврозами, в целом вот этой всей истории, это эмоциональное расстройство. То есть, в какой-то период времени, либо в затяжной, либо в короткий период времени, вы попали, сами того не замечая для себя, в какую-то длительную дистрессовую эмоциональную ситуацию. Причём порой наши клиенты этого не осознают. То есть, они могут переживать по какому-то поводу, находиться во внутреннем противоречии, слишком эмоционально относиться к каким-то событиям жизни, но при этом не отдавая этому такой вот здравый отчёт. А тело не обманешь. А тело потом начинает выдавать, начиная с бессонницы, заканчивая всей этой телесной историей. Так вот, первое, что надо понять, это то, что это эмоциональное состояние. И корректировать тут нужно исключительно эмоциональный фон. Далее возникает профессиональный нюанс по диагностике. Сила, длительность, тяжесть. В ряде случаев показаны общеукрепляющие метаболические препараты, и в ряде случаев показаны антидепрессанты с транквилизаторами, но строго по предписанию профессионального врача, который имеет к этому квалификацию. Вторая стратегия – это не заниматься фармакоподдержкой, заниматься когнитивно-поведенческой психотерапией, которая в Америке и во всём мире научно обоснована как единственный метод и стандартизирована в Соединённых Штатах как главный метод по работе с невротическими депрессивными расстройствами. То есть, в отличие от многих других школ, этот метод научно обоснован. И ваш покорный слуга является членом ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, которая базируется в Санкт-Петербурге на базе клиники «Невроза» и «Непавлова». Расскажите более подробно тогда, как строится работа, потому что это всегда интересно узнать изнутри, потому что всё-таки, будем честны, у нас есть ещё такой флёр, когда ты идёшь к психологу или психотерапевту, вообще человеку, связанному с психологией, который, так сказать, копается в твоей голове, всегда есть такой второй «Невроз» по поводу первого, скажем так. Наверное, если знать, как строится работа, всё будет легче. Это скорее штампы, что психолог копается у вас в голове, и вы боитесь, что он что-то там накопает, что вы либо скрываете, либо сами не хотите об этом знать. Это скорее больше из области анекдотов, из области шуток, но дыма без огня не бывает, наверняка множество прецедентов, которые коллеги как-то там злоупотребляют. Мы не копаемся, мы ничего не копаем, не ищем, откровений не находим. Мы работаем исключительно эмоциональные всплески, которые выходят за рамки стандартных. И именно эти эмоциональные всплески, выходящие за условные рамки стандартов, ну, например, страх, гнев, стыд, обида, вина, ревность, если мы хронифицируем привычку выходить на такой градус, то мы хронифицируем дистресс. Вот, я продолжу. Поэтому далее мы начинаем выстраивать тактику. В каких-то случаях нужно помочь организму, в каких-то достаточно просто заняться когнитинно-погенической психотерапией, целью которой является не копаться, мама, папа, детство, я, а просто смотреть, как ты сегодня создаёшь свои эмоции. Например, типичный вопрос. Давайте вспомним, как вы на этой неделе злились и гневались. Когда вам что-то раздражало, бесило. И мы начинаем работать с патологическими эмоциями просто точечно. И объясняем технологии эмоциональной коррекции. Потому что вот политики, предприниматели, чем я сейчас активно занимаюсь, они как раз очень заинтересованы в этой технологии, потому что они понимают, что когда мы поднимаем эмоции выше середины, они теряют самообладание, принимают неверные решения, а их команда начинает постоянно болеть, если они там эмоционально нестойкие. Поэтому прежде всего это эмоциональная коррекция, это технология. Но ни в коем случае не 18-я колоноскопия параллельно с гастроскопией одновременно а то болезнь куда-то убежит, надо её поймать в серединке. Нет, это не медицинский вопрос, это вопрос эмоционального состояния. Это как раз очень интересный пласт, потому что очень много тем по поводу управления эмоциями, так или иначе нас учат управлять, но на мой взгляд, как обывателя, когда мы загоняем эмоции, тоже учимся их сдерживать, нам рассказывают о том, что нужно сдерживать эмоции, не надо быть вспыльчивым и так далее, как раз они остаются в нас, и это рождает причины многих-многих заболеваний и последствий. Поэтому как строится работа с точки зрения эмоций, по управлению эмоциями в вашем случае? Ну, прежде всего, вы абсолютно правы, что подавление эмоций, вот то, что вы описали, действительно приводит к именно психосоматическим проблемам. Да, и был такой дяденька Фредерик Перлс, основатель гештальт-подхода, и вот гештальт-подход как раз говорит о том, что подавленная эмоция, неразряжённая эмоция, неосознанная, не прожитая, она копится, то, что Перлс назвал незакрытым гештальтом, и в итоге соматизирует тело. И есть большая концепция Александера по семи классическим психосоматозам, Франц Александер – это основатель психосоматического подхода в медицине, который как раз утверждает и постулирует о том, что подавленные эмоции те или иначе так или иначе соматизируют наше тело и приводят его к телесным страданиям. Можно почитать Александера, очень будет интересно, как это происходит. Вернёмся к вашему вопросу. Мы не подавляем эмоции. Вот это классический штамп, то есть, когда я прихожу в компанию, и передо мной сидит там четыре топ-менеджера, и первая их фраза, нам говорили про то, что надо управлять эмоциями, у них ассоциации управлять аналогично подавлять. Типа не кричи, дави в себе, будь в социально такой спокойной душечкой, а внутри тебя там раздирает. Вот это большая иллюзия и большая ошибка. Управлять эмоциями – это не подавлять эмоции, это не создавать себе эмоцию внутри до такого уровня, чтобы её нужно было подавлять. То есть, давайте приведу я пример. Вот попробуйте сейчас все произнести фразу «он не должен так себя вести». Он не должен так себя вести. Вы представляете себе, что происходит что-то, и у вас есть внутренняя интерпретация, вот он не должен так себя вести. А теперь попробуйте ту же самую ситуацию, но понять по-другому. Да, я бы хотела, чтобы он так себя не вёл. Разные эмоциональные ощущения. С одной стороны, он не должен, это, не знаю, возмущение и какой-то негатив, да, я бы хотела, но уже более спокойное отношение. А позиция ваша сохранится. Например, вы в первом и втором случае скажете ему, что вам это не подходит, и вы считаете, что это неприемлемо и недопустимо, но в первом случае вы будете гневаться, потому что у вас есть очень жёсткая позиция «не должен» и всё. А во втором случае вы отстаиваете свою позицию, но для себя понимаете, что вы бы не хотели. То есть мы из требований переводим в пожелание. И вот эта техника, одна из сотен вариантов, как раз и позволяет натренировать людей таким образом, что что бы ни происходило в их жизни, они считывают ситуацию автоматически до такого уровня, что она не приводит к гневу. Например, вы будете не гневаться, а разочаровываться. На кого похоже? Мы разочарованы и выражаем большое сожаление тому, что произошло, но мы считаем, что всё-таки конструктивный диалог продолжить возможно. Это дипломатия, это дипломатический вариант договариваться с собой с обстоятельствами, где мы не поднимаем градус. То есть это не подавление, это интерпретация обстоятельств по-другому. Тогда получается управление эмоциями, по запросу к теме управления эмоциями часто запрашивают тот навык, когда происходит эмоциональная ситуация, там, например, какой-то спор или жаркие дискуссии, обсуждения и так далее. Ты чувствуешь, что у тебя вот этот градус эмоций, он растёт, 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 и самый частый запрос научиться их либо отключать, либо как-то минимизировать и так далее. Можете ли вы научить этой технике? Потому что я так понимаю, что это тоже напрямую связано с неврозами, когда вот эти жаркие эмоции, назовём их так, да, там, одни переговоры, особенно у бизнесменов и политиков, одни переговоры, вторые, третий, и у тебя вот эти все эмоции остались и так далее, особенно когда ты их глушишь, когда нельзя же потерять лицо и так далее. Поэтому как в этот момент отслеживать и трансформировать эти эмоции? Я понял, это очень частый вопрос, и я в марте месяце выступил сразу на трёх форумах, они были прям подряд шли, и как раз я выступал с темой именно вот этой, да, о которой вы говорите. Чтобы вашим слушателям вообще в принципе было понятно, я скажу так, что эмоциональное управление в области дипломатии самим собой, в области стрессоустойчивости состоит из двух основных элементов. Во-первых, надо понимать, что стрессоустойчивость – это невозможность выдерживать стресс и натачивание лба, чем больше стены я пробиваю, это не стрессировать себя, да, об этом мы уже поговорили немного. То есть мы лучшим клиентов не стрессировать себя, а не потом справляться со стрессом, потому что сейчас много программ релаксации, я говорю, зачем вам снимать стресс, когда можно его не создавать. Вот я алкоголь не пью уже лет 8, наверное, у меня потребности такой нет, у меня нет задачи снимать стресс вечером, бутылочка пивка, да, я уже не говорю про всё остальное. То есть надо довести свой навык так, чтобы не стрессировать себя. И вот в дипломатии, в политике, в мире высокого бизнеса это прекрасно понимают. Второе, значит, есть два основных больших пласта, которым мы обучаем наших клиентов. Это как не стрессировать себя, и это технология, которая крепится 21 день плюс два месяца. Это научно обоснованная концепция нейропластичности головного мозга. Это открытие 15-17 годов. Вот была конференция TED, да, это такая научная конференция, вот там как раз о нейропластичности очень нужно много посмотреть и посчитать. Нейропластичность – это способность к изменениям навыков даже в любом, в принципе, возрасте. Так вот, мы учим не стрессировать. Вы спросили о второй части, как ученик в процессе обучения этому навыку может совладать реально с эмоциями прямо сейчас на переговорах, например, да, или когда вы находитесь в какой-то ситуации. Здесь надо опять же подойти научно. Могу показать упражнение и рассказать его, да, как можно, какую конкретную практическую рекомендацию можно дать. Позвольте. Смотрите, есть в нашем организме сенсорное чувство, зрение, обоняние, осязание, да, тактильное ощущение кожи. В головном мозге не может быть два одновременно акцента на какой-то единице. То есть, например, вы не можете одновременно злиться на кого-то и пристально рассматривать детализацию, например, какой-то стены или концентрироваться на ощущении, какую текстуру материала вы ощущаете под пальцами. Поэтому многие политики-дипломаты используют этот манёвр, вы его даже не замечаете, да, чтобы сдержать эмоции. Там много приёмов, но это один из. Можно взять горячую чашку, термос с чаем, можно по ручке провести пальцем. Сейчас я покажу. Проще говоря, если у вас поднимается эмоция, да, и вы чувствуете, что вас может понести, потому что понесёт, когда определённая середина будет пройдена, вы должны сделать следующее. Можно положить куда-то руку. Если руку положить некуда, можно просто посмотреть чуть-чуть в сторону и очень внимательно начать детализированно рассматривать с концентрацией хрусталиком какой-то материал, на который вы смотрите. Только это надо сделать очень детально. Также можно сосредоточиться на том, что вы слышите очень детально и на том, что у вас под рукой текстуру ткани, материал твёрдый, холодный. Да, эта концентрация сенсорики поможет головному мозгу уйти из одной доминанта в другую. То есть вы сидите за столом переговоров, и у вас в руке может быть ручка. И вы можете концентрироваться либо взглядом, либо тактильными ощущениями на каких-то деталях, причём разглядывая их как под микроскопом. То есть очень внимательно концентрироваться. Либо можете посмотреть оппоненту на какую-то часть его костюма и попытаться рассмотреть узор очень детально. Или сжимать пальцы в ботинках или туфлях так, чтобы концентрироваться, как они у вас там движутся, ощущения, болевые ощущения, какие-то другие ощущения. То есть каждый человек подбирает под себя какие-то технические упражнения, и это может и помогает человеку, пускай не справиться совсем в ноль, но не продолжать поднимать градус. И этот вот такой лак в психике позволяет вам успеть подумать, что со словами так, подожди, спокойно. И вы можете в этот момент сказать, вы знаете, давайте это обсудим в перерыве или вернёмся к этому вопросу немного позже. Или предложите кофебрейк, или предложите перейти к следующему вопросу. Или подумайте так, как вам ответить лучше. Или не ответите сразу. Ведь вот в дипломатии, стрессоустойчивости у нас есть правило, никогда не давай ответ сразу на эмоциях. Поэтому в Министерстве иностранных дел есть правило трёх дней. Формулируется ответ. Никогда ответ не формулируется прямо сейчас на месте. Посмотрите за политиками. Что вы можете сказать по этому поводу? Надо разобраться спокойно, без эмоций. Эти люди владеют этой техникой феноменально. Да, решения, принятые на эмоциях, бывают ошибочными. Они в 98% случаев говорят о том, что вы пожалеете. Вот кто шахматами занимается, тот прекрасно знает, о чём я говорю. Тогда вы затронули ещё очень интересный пласт, как не стрессировать себя изначально. Может быть, тоже можете рассказать какие-то техники, способы, потому что тоже очень интересно, когда мы от многого стресса просто не можем отказаться. Внешние обстоятельства, транспорт, люди и так далее, то есть то, что мы не контролируем. Да, но здесь надо не путать стресс и дистресс невротический. Стресс, вот то, что мы говорим о транспорте, о ритме жизни, это, конечно, стресс, но он такой социально-бытовой, что ли, да? А когда мы говорим о расстройствах, то это способность человека гипертрофированно относиться к чему-либо. Ну, давайте такой пример. Я его часто привожу. Представьте себе, что три девушки сделали в воскресенье вечером, дорогущий френч, маникюр, заплатили кучу денег и в понедельник утром выходят по делам и ломают ноготь, выходя из подъезда, открывая эту несчастную дверь. Одна девушка подумает, всё, я ни на что негодна, даже не могу и дня проходить с нормальными ногтями. Ну, что ж я, там, тым-тырырым. И пойдёт обратно, закажет пиццу со сгущенкой и будет сидеть заедать всё это дело. Вторая девушка, которая сломает ноготь, скажет, вот, все будут думать, что у меня не хватает денег. И будет прятать весь день руку в кармане, да, не показывая никому, стыдясь, стесняясь. А третья девушка сломает ноготь и скажет, ну, блин, досадно, обидно, ну, ничего страшного, завтра позвоню Маринке, она подкорректирует. То есть, одна и та же ситуация вызовет у разных людей разное понимание, разный уровень стресса и разный уровень поведения, который неминуемо скажется на результате в жизни. То есть, это большая тема по поводу успеха, по поводу достижения целей, по поводу… Это вот, если вы понимаете, да, что если это сейчас дальше крутить, то вы поймёте, что такое успех и что такое достижение результата. Я могу до утра, на самом деле. Так вот, не стрессировать себя – это навык, не создавать себе интерпретацию так, чтобы копить стресс. Вы попросили привести какой-то пример. Вообще, моя программа идёт минимум два дня, да, и вот так просто этому не научить сказать, ну, Алексей, скажите нам, и мы вот все научимся стрессоустойчивость. Это наука, это технология. Но что вот я сказал по поводу тактильных ощущений, второе, что бы я порекомендовал – это научиться видеть собственные ожидания. Потому что у нас есть защитная психологическая функция, которая называется толерантность к неопределённости. То есть, мы все живём в неопределённости, но это объективный факт. Временной континуум идёт так, что мы не знаем, что будет через час. Правда же? Конечно. А многим людям это категорически тяжело. И они рисуют себе некую фантазию, пытаясь насытить своё некое будущее некой определённостью. И они заигрываются настолько сильно, что они создают сами того не видя некие ожидания. А потом, когда жизнь поворачивается естественным путём, если это сильно расходится между ожиданиями и между реальностью, вот чем выше этот гэп, вот этот разрыв, тем сильнее реактивная проблема. Поэтому все тяжёлые депрессии после расставания, все вспышки гнева, все эмоциональные высокие обреакции, они обусловлены работе на этой разнице между того, что ты ожидала, и того, что есть в реальности. Мы говорим, я даже не ожидала от него такого. Ну, простите, это чьи проблемы, что вы не ожидали, что он такой человек? Ты его знала ровно столько, сколько ты его знала, и он повёл себя так, как посчитал нужным. Да, тебе это не подходит, ты удивлена, но он имеет на это право. А вот то, что мы ожидали или не ожидали, это уже другой вопрос. Поэтому по поводу развития стресс-устойчивости, первое, с чего мы всегда начинаем, вот я во всяком случае на своих занятиях, это с развития навыка не ожидать, а здорово планировать с погрешностью на то, что может быть по-разному. И мы не можем требовать от мира и от людей ожидания, оправдывания, оправдания наших ожиданий. То есть вот работа с ожиданиями – это первое, чему нам придётся учиться. Попробуйте вот сегодня в течение дня, просто до вечера, посмотреть, когда у вас будет подниматься эмоциональный градус в магазине, за рулём, на работе. И вы задайте себе один простой вопрос такого, включите внутреннего наблюдателя, внутреннего критика и попросите его понаблюдать. И задайте себе вопрос, вот когда у меня возникают такие эмоции, я что ожидаю от этого человека? Например, вы на кого-то разозлились, или вы вскипели чуть-чуть, или обиделись? Задайте себе вопрос, как сейчас работали мои ожидания. И вы услышите, я ожидала, что он будет вести себя по-другому, или я не ожидала, что будет так, я ожидала, что будет это. И вы увидите, что очень большой диссонанс между вашими ожиданиями и реальностью. И вот это первое, на чём бы я порекомендовал сосредоточиться. Да, и мы же ещё часто придумываем какие-то сценарии, как бы нам хотелось, что бы было, не донося до другого человека, просто ожидая, что он считает наши мысли. Ну, нам кажется, что он так должен поступить. На самом деле всё происходит совершенно не так, а может быть, в какой-то момент стоило поговорить, или стоило там сказать, что ты хочешь. Потому что, ну, девушки, например, часто, да, а теперь догадайся, что я хочу. Я это назвал в своей работе «Принцип лабрадора». Рассказать? Да. Девушкам будет интересно, они сейчас посмеются. Ну, кто-то посмеётся, кто-то всплакнёт, грустнёт, но «Принцип лабрадора» он звучит примерно так. Девушка познакомилась с молодым человеком, у них развиваются отношения там 3-6 месяцев, и она, значит, в своей голове рисует примерно такую картину, что где-то через полгода он сделает мне предложение, значит, на закате в Индонезии, встав на дно колено, потом они сыграют свадьбу, она будет такой-то, такой-то, в таком-то платье, позовёт таких-то подружек, потом она забеременеет, у неё родится сначала девочка, которая пойдёт, значит, на художественную гимнастику к Ирине Виннер, а потом родится мальчик, который пойдёт на хоккей, а потом не купит загородный дом, и там будет бегать в лабрадор по лужайке. И вот у неё и рисуется такая картина. На следующий день он приходит, говорит, ты знаешь, нам надо расстаться, я понял, что мы не подходим друг к другу. Она говорит, как? Ты что, у нас лабрадор, у нас лабрадор впереди, у нас дети, как расстаться? Всё, у неё настолько сильно идёт диссонанс между её ожиданиями и её вот этой фантазией и реальностью, что люди доводят себя до тяжёлых состояний. И вот как бы внушить им, показать, даже не внушить, а просто научить людей отталкиваться от реальности, вы не представляете, сколько у меня, у моих коллег требуется время и энергии сил, потому что люди отказываются просто учиться жить в адекватной реальности под названием, где люди бывают разные, где ситуации бывают разные, где ожидания наши могут быть неоправданы и так далее. То есть, знаете, это можно как проиллюстрировать. Представьте себе облачка такие на небе, и ноги такие торчат. И вот ты ходишь так и понимаешь, что вот этот процесс приземления к Земле, он на самом деле и есть процесс консультирования, потому что те люди, которые более-менее стоят, умеют стоять на… Я метафоры говорю? Те, кто более-менее умеют ходить по Земле, они, как правило, не очень болеют неврозами и срывами, и они, как правило, достигают результатов, вот это 5% людей на планете. Они, конечно, могут иногда повзлетать, пофантазировать, попланировать, поразмышлять, в метафизику пойти, но они не улетают в облака, где торчат одни ноги. А 95% людей, они выстраивают некую концепцию, которая вообще в отрыве от реальности и потом страдает. Вот у меня вчера был семинар, и мы там как раз об этом говорили, и мы высказали гипотезу о том, что за последние 10 лет, я высказал, что это не подтверждено статистикой, это просто мои наблюдения, что чем больше человек оторван от реальности в некие иллюзии, как должно быть, как не должно, как правильно, неправильно, как у него будет развиваться, если так, то он такой-то, а если так, то он такая-то, если он её бросит, никого больше не найду, я никому больше не нужна, я не смогу начать, если совершу ошибку, это ужасно, у меня ничего не получится. То есть, чем больше человек оторван от реальности в такие иллюзии, тем больше, знаете ли, жизнь приземлит его обратно о землю, причём будет это сделано очень жёстко, причём закономерность выглядит очень неприятно. Чем выше тебя потащило в иллюзии, в ожидании, в какие-то убеждения и проекции, тем жёстче тебе прилетит. Со словами «вернись-ка на землю, посмотри, как тут вообще всё по-другому». А многие люди не готовы, они сами улетают в эти фантазии, потому что они не умеют ходить по реальности, они не готовы принимать это, им проще жить вот в таких вот иллюзиях. А потом страдают и приходят… То есть, они сами сначала это создают, а потом приходят, говорят, знаете, мне от этого плохо. Мы говорим, ну ты же сам это создал. И вот тут начинается коррекция. Да, сам кузнец своего счастья. Но с точки зрения неврозов, получается, одна из главных причин, я имею в виду с эмоциональной точки зрения, с эмоционального плана, одна из самых главных причин неврозов – это вот эти завышенные ожидания, иллюзии и так далее, или что? Это эмоции в целом. То есть, причина невротических расстройств – это эмоции. Но эмоции – это конгломерат определённых процессов. Ожидание, да, то, о чём я говорил, это лишь часть. Там есть потом требования, там есть оценочные суждения, там есть определённые сценарины и паттерны проигрываемые, да, или определённые переносы стратегии с детства. Ну, например, представьте себе мальчика или девочку, которая воспитывалась в семье, где разными способами, но поимела стратегию доказать, что она что-то из себя представляет, доказать, что она что-то значит вообще, как для себя, так и для окружающих. И вот она этот флаг взяла лет так в 12 и потащила всю жизнь, доказывая себе и окружающим, что она что-то из себя представляет. А потом представьте себе эту самую девушку, которая на работе, как веник, носится по офису, пытаясь всем угодить, не совершить ошибку, всем понравится. А в жизни так случается, что там её подставили, там коллеги не доработали, там не досмотрели, на неё все шишки. Как она будет к этому относиться? Рационально или не очень? – Конечно, нерационально. – Конечно, нерационально, потому что она в работу и в свою жизнь приносит вот этот бэкграунд, который она тащит. И один из элементов развития стрессоустойчивости – это понять, что мы такого приносим в эту ситуацию или в жизнь, что нас так бомбит. Потому что не всех бомбит, знаете ли, одинаково. – Ну да, кто-то вообще не переживает. – Конечно, поэтому там огромное количество нюансов, в которых разобраться, научиться вот этой технологии. И это вообще, я считаю, что это будущее на ближайшие лет 20 в нашей стране. Но я, как обычно, стою у истоков, потому что я вот в 2011 году я стал у истоков просветительства по вегетососудистой дистонии в Ютьюбе. А сейчас вот развитие стрессоустойчивости и дипломатии самим собой в области для бизнеса и для обычного человека приходится опять всё начинать популяризировать заново. Но это приятно всегда. – Ну можно только похвалить и порадоваться, что вы это делаете, потому что на самом деле это действительно важно. И мы же такие организмы, скажем так, которые очень хитро устроены, но при этом все ответы есть внутри нас. И по поводу болезней, и по поводу наших переживаний и так далее, как говорят, все болезни от нервов. Соответственно, логичный вопрос, когда дома говорят, оставляй нервы на работе, на работе говорят, оставляй нервы дома, тогда вопрос, куда девать нервы. И у нас, на самом деле, мне кажется, в нас все вопросы, когда мы работаем с собой, слушаем себя, уже этот вопрос, куда девать нервы, не возникает. В принципе, всё понятно. – Ну, я позволю себе немножко одно уточнение. Не все болезни от нервов. – Ну, я привела как пример, услышала выражение. – Да, просто многие люди действительно считают, что действительно мы болеем только от нервов. Есть огромное количество вирусов, штампов, да, и прочих заболеваний, которые не имеют прямого отношения к нервам. Да, есть вопрос иммунного статуса, но в медицине не доказана патоэтеология онкопроцесса. Кто-то считал, что это связано с эмоциями, это не доказано вообще, потому что есть репрезентативная выборка, где люди, имеющие онкопроцессы вообще как эти, как удавы. Да, то есть нету вот корреляции научно обоснованной. Вот более того, я могу привести в пример работу кандидатскую или докторскую клиники неврозов имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Я не помню, какой год эта работа была выполнена, но исследование было проведено следующее. Обратились к, по-моему, ста пациентам, которые когда-то жаловались на неврозы. Страх за сердце, панические атаки, страх сойти с ума, ком в горле, кишечник, желудок, вот все функциональные расстройства на эмоциональном фоне. И задали им вопрос через 25 лет. В медицине это называется катамноз, да, то есть исследование пациента после выписки в длительном периоде. И что же оказалось? Оказалось, что ни один больной, который страдал чувством нехватки воздуха, не заболел бронхиальной астмой. Ни один больной, который болел неврозом сердца, не заболел ишемической болезнью сердца и так далее. Что ещё раз статистически и научно обосновывает, что неврозы не приводят к болезням. Это разные вещи. И другая выборка, где люди, которые никогда не жаловались на эти проблемы, вдруг откуда ни возьмись, да, появляется какая-то проблема. То есть нету научной базы по поводу только эмоций. Но то, что в России это будет развиваться, это точно, и мы называем это эмоциональным интеллектом. Но я почитал несколько книг по эмоциональному интеллекту, и я очень разочаровался, да, потому что там всё-таки немножко неправильно, недостаточно полно преподнесена картина с точки зрения технологии. Она преподнесена там как навык, которым надо овладеть, чтобы понимать окружающих. Управление своими эмоциями и эмоциями других людей. Ну, вот там нет техник управления. Там есть просто сказано, что это важно. И важно понимать, считывать другие эмоции. То есть эмоциональный интеллект сейчас заходит немножечко так же, как когда-то заходил НЛП в популярной упаковке. А вот я всё-таки параллельно использую термин эмоциональный интеллект, дополняя его термином стрессоустойчивостью и технологии по развитию управления эмоциями. То есть это более технологичная история. Но в некоторых теориях стрессоустойчивость – это и есть один из компонентов эмоционального интеллекта. Да, всё верно. Но я предлагаю сейчас не углубляться в эту тему, потому что у нас две минутки до конца эфира. И в качестве завершения эфира я бы хотела попросить ответить вас на вопрос, как победить невроз, ну, ваше мнение такое, подводя итоги. Единственное, что я посоветую, это не переживать, не паниковать, не драматизировать, пройти нормальное клиническое обследование, услышать никакой серьёзной патологии нету и найти себе по вкусу, по душе, по карману консультанта, с которым вы спокойно разберётесь и справитесь со своими эмоциями. Но ни в коем случае не надо уходить в дебри интернета и додумывать, накручивать и так далее. Никто от этого не умер, от ВСД, от паники никто не умер, ничего вам не грозит. Просто надо заняться своей эмоциональной коррекцией со специалистом. Это всё, что людям надо делать, без всяких отваров, примочек и многочисленных тысячных исследований. То есть этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с неврозом. И быть более критичным к себе с точки зрения, как я себя стрессирую, как я себя злю, как я себя обижаю, как я себя стыжу, как я себя пугаю. Я боюсь публично выступать. Как ты себя пугаешь? А вдруг они скажут, а вдруг я не понравлюсь, а вдруг не получится? Вот эта форма и есть объект твоей терапии. Придуманные, по сути, ещё не случившиеся негативные последствия, но ты уже придумал. Человек ещё никуда не полетел, ему довыли это пять дней, а он уже сидит и трясётся. Я говорю, ты что, в самолёте уже? Нет, ну мне плохо. Мозг так считывает. Он не видит разницы между вашей иллюзией, которую вы прокручиваете в голове, и тем, что вы сидите в кресле у себя дома. Поэтому управлять вот этими процессами, куда вас потащила вот в этих творческих фантазиях, это и есть навык стрессоустойчивости и работы над невротическими расстройствами. Поэтому я вам всем желаю не паниковать, не бояться и не стесняться того, что вы хотите научиться управлять своими эмоциями и эмоциональным состоянием. Тем более это очень хорошее, полезное и желание, и навык. И профилактика отличная, и для бизнеса, и для работы, и для личной жизни, и то, что нужно. Алексей, спасибо большое за интересную программу. Это была программа с интересными об интересном. Мы говорили про неврозы большого города. У меня в гостях был Алексей Красиков, специалист по эмоциональной коррекции и развитию стрессоустойчивости. До новых встреч. Спасибо, что пригласили.